Я же поясни за декаденс во Франции в 19 веке. О, это очень интересная тема, потому что это, пожалуй, движение декаденства в культуре европейской в этот период. То есть во Франции в первую очередь, но это и другие страны затрагивало. Так, сейчас, секундочку. Да, но мы все-таки вернемся к теме, которую мы начали. Что такое декаденство? Потому что у Ницше очень часто можно встретить культуру декаденс, декаденс и так далее. У Ницше, конечно, это несоизмеримо более широкое понятие, нежели, скажем, какая-то совокупность художественных приемов или мотивов, которые бы нас отсылало к европейскому искусству 19 века. Но все-таки вот это вот рафинированное эстетство, вот это вот, ну сегодня, точнее не сегодня, но были такие субкультуры, даже в Советском Союзе их называли стилягами. Например, вот, как бы, если можно такой провести параллель, то декаденты для культуры европейской, когда они только появились, они выполняли примерно ту же, вот, эпатажную функцию. Сейчас, секундочку. Речь идет о том, что культура европейская, да, то есть обычно декаденство связывают сугубо с Францией, но оно как бы выходит за границы Франции. И для Британии вот культура декаденса тоже в этот период 19 века очень характерна, потому что вот эта вот некая такая усталость от пуританских и консервативных норм викторианской Англии, все это давлело над интеллигентами и писателями, деятелями искусства того периода уже и в Британии, да, и поэтому там Оскара Уайдл часто называют тоже декадентом. Изначально понятие декадент, оно было как оскорбление, да, которое вот применялось в частности в отношении творчества Виктора Гюго, но потом постепенно уже вот это вот декадентство, оно стало уже не оскорблением, да, стало вполне себе таким легитимным в контексте распада, нравственного распада европейской культуры, течением в искусстве. Здесь опять-таки тоже я не могу избежать параллель с субкультурами, которые в 20 веке возникали, потому что в свое время, значит, в Америке, в Британии, то есть по обе стороны Атлантики, прежде всего в англоязычном мире возникает такая субкультура, как панки, да, я думаю, что вы все хорошо понимаете, кто это такие. Так вот, изначально словом панк обозначали, как бы деликатней выразиться, в общем, изначально обозначали пассивных гомосексуалистов, которые в тюрьме, в тюрьмах за деньги выполняют определенные сексуальные, значит, сексуальные желания, удовлетворяют других заключенных. Сейчас, секундочку. Они пренебрежительно относятся к устоявшимся консервативным общественным нормам, слушают очень странную музыку, очень странно одеваются, ведут себя и, в общем, вообще бросают вызов обществу. То есть то же самое с декадентами. Сначала декадент это было страшное оскорбление, которое означало примерно то же самое, что врожденец, дегенерат, человек, который эстетизирует упадок, боль, разложение, пороки различные. То есть когда люди называли Виктора Гюго декадентом, они хотели оскорбить его, это было прежде всего отрицательное отношение к его творчеству, она в этом выражалась. Но потом декаденты уже по прошествии какого-то времени, они превращаются вполне себе в легитимное направление внутри разлагающейся европейской культуры. И вот это вот эстетство нарочитое, вот эта вот апелляция к каким-то, к наркотическому опыту в частности, да, к каким-то неприглядным аспектам общественной жизни, к пересмотру отношения к общественным нормам. Все это опять-таки исследователи и культурологи увязывают с одной стороны с неприятием тех консервативных норм, которые вот в Европе на тот момент еще бытовали. А с другой стороны с попыткой как-то абстрагироваться от актуальных социальных процессов, от тех прогрессивных движений, которые тогда, собственно, набирали обороты и так далее. То есть в этой связи, как бы, допустим, та совокупность оценочных суждений, с позиции которых анализировали вот это движение декадентов, и у, допустим, консерваторов, и у, допустим, ультрапрогрессивистов каких-то, их позиции были близки. То есть и те, и другие рассматривали декадентство как что-то отрицательное, да, что-то негативное. То есть некая блажь вот этой вот рафинированной какой-то молодежи, которая собирается в каких-то поэтических салонах, пьет абсент, читает друг другу какие-то очень странные стихи. Вот, то есть отчасти вот эти вот мотивы вот этой вот декадентской субкультуры, если так можно ее охарактеризовать, хотя само понятие субкультура, оно возникло несколько позже. Сейчас, секундочку, донат. Вот, то есть, как я уже сказал, культура декадентства, она неотделима от эстетизации, интоксикаций, алкоголя, наркотиков, да, то есть опиум, абсент, гашиш. Вот, поэтому наиболее видные представители, там, декадентства, это, допустим, там, Бадлер во Франции, Оскар Уайлд в Британии, его очень часто декадентом называли, там, Брюсов в России, да, то есть в Россию это тоже в какой-то момент пришло все, да. Ну, то есть, у нас тоже были люди, которые любили, как бы, заимствовать всякие, ну, и сейчас, собственно, они есть, всякие модные течения западокультурные, и, как бы, некоторый период, пока НЭП, как минимум, существовал, это было возможно. Вот, то есть, некоторый период в России уже после революции, когда вот НЭП, собственно, разворачивался, там была относительная культурная свобода, и, в том числе, вот эти декадентские круги, они у нас тоже цвели таким пышным цветом, вот, там, пересекаясь с вот этими футуристами, например, вот, Маяковский, кстати, в свое время очень негативно на это реагировал, очень так клеймил всю вот эту вот богему, всю вот эту разложившуюся в нравственном отношении публику, и я хотел провести еще параллель, еще с одной субкультурой, это субкультура готов, да, то есть, вот была такая субкультура, где-то там, модной, в первой, в первой половине двухтысячных, это такие люди, которые одевались во все черное, которые, там, значит, пили тяжелый алкоголь, какой-то абсент, ну, или русский абсент, русский абсент, это вот, готы, значит, желая пить абсент, но не имея денег на него, смешивали водку с тархуном, с лимонадом тархун, вот, в итоге получалась такая же зеленая, какая-то непонятная жижа, которая называлась русский абсент, они собирались на кладбище, читали друг другу стихи, вот, и, ну, то есть, тоже такая вполне себе декадентская культура, то есть, можно сказать, что это некая репликация, вот, декадентства, то есть, ну, это, собственно, люди, которые предвосхитили постмодерн уже, да, наступление парадигмы постмодерн, то есть, выражение симптома некоторой усталости от всех вот этих вот идеологем, которые давлели над европейской культурой, но, с другой стороны, отказ от прогрессивизма. Продолжение следует...